девочки первым делом хочу поделиться с вами интересным каналом натальи моторкиной она делает подборки полезных товаров для девушек на этом канале вы узнаете что такое бьюти блендер и гель-лак хамелеон какой выбрать вакуумный упаковщик и как узнать качество воды где купить кисти для дизайна и какую лампу использовать для полимеризации ссылка на канал в описании привет мои хорошие с вами селена своей и вам полюбившиеся лена моя подруга вы ее просили вот я ее привела и мы решили вместе попробовать сегодня фикс прайс на самом деле я была фикс прайс и вот честно ничего не хотелось из еды там брать ну вот если по-честному ну и самое главное для меня это был состав я выбирала продукты главное чтоб там было как можно меньше ей всего всего есть продукты которые меня удивили есть продукты которые не знаю надо пробовать в общем будем пробовать вместе с вами елена мне в этом поможет давайте начнем с чая потому что в прошлый раз я брала чай я взяла какой-то классический там было с мягким вкусом чай хотя хотела я взяли вот такой чай с чабрецом видите его здесь нет это не думайте я его не высыпала в мусорку просто я его пересыпала вот в такой классный вот классники для него освободила единственный тоже из фикс прайса коробочку потому что он очень-очень вкусный лена его сегодня попробовал как тебе мне он напоминает вообще москву вы чабрец я не знаю что это последнее время вот именно с чабрецом пила сначала я пила жасмином потом улун молочный потом все это надоело потому что банальщина уже приходишь как ты говоришь молочный уже банально я конечно не обращаю внимание но смысл в чем я не выпендриваюсь конечно не хожу в кафе не говорю о дайте мне там знаете с перламутровыми пуговицами частью в лицом ура да и мне кстати напоминает наоборот детство всю жизнь я помню мы даже вы сами собирали и сушили да я бы хотела натуральный очень круто у нас в александровке на поляне короче мы летом будем собирать чабрец вместе с ним общаюсь если он еще растет конечно дальше в чай дом 2 вот вы говорили мне пожалуйста возьми попробуй дом 2 вещи ведь ну не вещи в смысле продукты дом 2 вот такой чай только там и только напиток ну чем не взять чай напиток короче и вам попробовать перед вами два этих две тысячи в я заварю и она попробует ну что мы заварили чаёчек вот лена его пробует но и как те впечатления вообще никак ужасно запах вкусно и вкус и запах не знаю я насколько вообще очень люблю чаи я ими убиваюсь каждый божий день и правда зеленым иногда для разнообразия могу черный попить и мне нравится но это жесть честно мне кажется из-за любопытства что дом 2 наклеили можно купить попробовать и реально выкинуть вообще я знаю я пробовала вчера и могу сказать что если это пьют доме 2 мне очень-очень жар да я в таким не смогла они реально чай не очень вкусный и честно говоря не то чтобы он там может быть невкусный он мне напоминает вот у меня есть майский по моему мне не нравится вот майский чай у него очень характерный запах такой вот особенно заваришь я не люблю и я даже вам скажу что вот в таком пакете фикс прайсе где написано мягкий вкус он реально черный с мягким вкусом то есть у него нет ярких таких вот красок да я вот ну короче вот это вообще не одобрялся селена не одобрялся у меня две фамилии селена селена одобрялся и селена не одобрялся но а так что прицел уже говорит откладываем 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 дальше давайте избавимся от лишнего смотрите я купила хлебцы хлебцы только в этот раз я купила постные и не увидела на самом деле написано постный а у меня до этого я покупала я в восторге это хлебцы они к завтраку просто у меня все в пакете как у бабушки вот они очень вкусные ты пробовала нет так на попробуй ты все равно его потом доешь я знаю он очень вкусный но сейчас мы попробуем и после этого к завтраку скажу что думаешь ну да мне нравится мне нравится что он подсолен немножко да его вообще реально так вот можно есть вместо вафельки с чая его можно есть правда самое главное что он без всего понимаешь без дрожжей без сахара и без жира без всего сейчас открою и сейчас я проверю есть ли разница вообще между ними ну-ка давайте у меня уже есть ответ на этот вопрос мне тоже нравится просто не подсолен и по мне так разницы нет давайте проверим состав у них одинаковый состав это вообще по ходу одинаковых лиц и просто можно есть можно мне нравится правда чтобы не жрать такую гадости по конфет в общем это одни и вы можете брать либо после либо к завтраку у них абсолютно идентичный вкус и состав одинаков в общем вот это одобрямс дальше поехали дальше кстати но а вот такой еще чай т.с. но я не знаю стоит нам попробовать нет но я должна попробовать да я пробую алена расскажет вам потому что она я вот бью такой чай дома да вот он вкусный мне очень нравится я покупаю Только то, что, ну, более-менее известной фирмы, да, и проверенной, вот я так делаю, я вот могу вот такой чай купить в фикс прайсе, могу купить зубную пасту с плат, как бы, да. Могу там какой-нибудь гель для душа Палмалиф, да, к примеру, купить, или этот самый, как он называется, блин. Ой, забыла, гель для душа, известный такой. Фа? Не фа? Да. Забыла, глядя. Палмалиф? Слушай, у меня такая классная кофточка, и такие домашние шар-птицы. Вообще, я в трусах снимаю, не суть. Ну, в общем, я поняла, что в фиксе надо покупать только что-то проверенное. Ну, дай ножик, он офигел. Ты просто захотела поболтать, так и скажи. Ты просто захотела с ними поболтать. А все, что незнакомое, я стараюсь не покупать, потому что сколько я покупала, там, ну, чего-то незнакомого, зачастую мне не нравилось, я выбрасывала. Видели, когда-нибудь в брендинге, я сказала, чай, незнакомый. Да. Давай, давай, давай. Не знаю, где-нибудь в брендинге, как есть, если она когда-нибудь долго открывается. Кстати, тест и черный вот там продается. Он тоже очень вкусный. В общем, я беру и зеленый, и черный, мне нравится. Классно. Пахнет вкусно. Ну, давай, сейчас попробуешь, расскажешь. Наверное, вам интересно, а в чем Лена одета, если я в шортах домашних принесу. А это Ленкина кофта, а там она тоже в трусах сидит. Не, ну не будешь я говорить, что ты в платьях, а я в шортах таких хожу. Ну что, чефернем? Чефернем. Чефернем, мои друзья. Чефернем. Что следующее будем пробовать? Ну, давай чипсы. Я прям на них сижу, смотрю. Там интересно. Картофельные чипсы. Ой, классные. Я, кстати, даже их не видела. Наверное, может, я внимания не обращала. Но так выглядит. Прикольно. В общем, вот этот чай Тесс я тоже одобрямс, но, в принципе, это известная марка, да, поэтому одобрямс. В общем, одобрямс и прекрасный аромат, очень мягкий, клубника с чем-то, я клубнику чувствую. А что второе? Ну, вот это вот, что это персик, наверное, пич. Да, это персик. Очень вкусный аромат и мягкий вкус. Так что, одобрямс я его добью. Буду параллельно копить. И, кстати, в этих чипсах нет ни одной ешки. Вот я тоже сейчас посмотрела состав. Давай почитаем состав, чтобы надо было. Пюре картофельное сухое. Вот это, кстати, меня удивило. Из пюре делают чипсы, я не знала. Масло растительное, мука пшеничная. Ну да, а как бы они еще... Мука пшеничная. А как бы они еще такие красивые получались, да? Принглс, например. Вообще, мой любимый Принглс. Вкус обожаю. Наверное, не самый вредный. Соль поваренная, пищевая, юдированная. Ой, это хорошо, соль юдированная. Крахмал картофельный. Вкус ароматическая добавка сметаны и сыр. Ну, ничего страшного, да? Соль поваренная, пищевая, глюкоза пищевая, кристаллическая. Гидратный сахар белый, усилители вкуса, аромат или глютамат натрия. Гуанилат натрия и нозинат натрия. Ароматизаторы. Ароматические вещества, ароматические вещества натуральные, красители пищевой натуральные. Куркумин. Я не знаю. Но я не думаю, что они очень вредные. Да что ж такое? Так, на чем мы там остановились? На чипсы и на сына. Хочет внимания очень сильно. Открываем чипсы. Мы уже их открыли, подготовились. Хотели показать вам, что они вот в таких двух штучках. Это хорошо, потому что мы откроем одни. Они сразу все. Ты любишь чипсы? Да. Я обожаю чипсы. Я редко их ем, но очень люблю. Кто пробовал, рассказывает. Держи. Прикольные, да? Чипсы. Они тоненькие, длинненькие. Пахнут сыром, да? Но они... Не похоже прямо на чипсы, конечно, вот как тепло. Только хотела сказать. Ну, так ничего. Короче, хрустящие такие пластинки. Полу картофель, полу тесто. Солененькие и легкий-легкий аромат. Не как вот у сырных лыс, например. Там есть сыр и сметана. Там аромат такой же просто пипец. Наверное, здесь немного этих всех ароматизаторов добавлен. Потому что они прям белые. Но они более-менее приятные, да? Скажи? В общем, кто знает, поделитесь, пожалуйста. Можно есть мне такие? Потому что они вкусненькие. Но в составе вроде нет ешек. Хотя не только ешки вредные. Вредные еще и глютенны всякие. И так далее. Кто знает, поделитесь, пожалуйста. Вредно, не вредно? За состав я почитала. Дальше. Давайте по солененькому пройдемся. Потом у нас будет сладенько. В общем, я купила две вот такие консервы. Недавно мне Ирина скинула видео. Девочка вот пробует вот такой паштет. И она там читает состав. И просто вся плюет, рыгает. И просто ей не нравится, как он пахнет, воняет. Реально вот этот паштет. А я его взяла. Почему? Объясню. Потому что это единственный паштет, в котором нет ешек. Вот реально нет ешек. Нет ничего вредного. Во всех паштетах, а я очень их люблю. Есть ешки, поэтому я не ела уже паштет с самой беременностью. Значит, смотрите. Здесь в состав у нас входит. Ее пугали, что здесь входят мозги. А что такое? Мы едим все всякие разные. Значит, состав. Печень говяжья, масло сливочное, мозги, лук, соль пищевая, сахар, перец душистый и черный. А, поймала. Не надо есть. Слышали, малой меня звал, поэтому не пришлось отлучиться. А Ленка тут чипсы, чипсы, как и вкусные, как и вкусные. А мне все равно, если там даже были ешки были, я бы его ела. Да конечно, я бы этого не говорила. Я шучу. Я наоборот, ешек нет, можно есть. Да. Ешки не самые страшные. Ну, напишите, напишите. А может быть, ешки действительно самые страшные. В общем, да, я все сказала, да, что в этом. В общем, ничего такого нету. И я очень его хочу попробовать. Но она прям так плевалась им, что мне прям стало интересно. Что ж там действительно они так воняют. То есть она прям на вкус. Она его даже не ела, она его просто мешала там гадко. Вообще, я люблю, когда открываются вот так еще эти банки. Потому что вот это открывается не так. Вы посмотрите, как им вообще воняет. Пахнет приятно. Как паштет обычно. Пахнет паштетом. Да, прям. А я прям купила уже. Вот это и хочется попробовать. И на мой. А ты прям вот так? Да. Вообще же радостно. Реально мне нравится. Это единственный паштет, который я в итоге могу есть. Я реально прям запомню и буду его тоже брать. Давай покушу. О! Он вкусный. И фикс прайс ужин. Закачай, я не хочу этот бурилотный. Нам очень вкусный. Очень вкусный. Вообще. Я реально этот паштет буду брать. Он очень нежный и вкус классный. Даже бывает паштеты берешь, они не такие вкусные. Абсолютно он не воняет. Он пахнет вкусно. Сайра. Вообще я делаю очень интересный у подружки, у своей научилась. В общем, из трех ингредиентов. Это сайра, но она обычно в собственном соку. Ну, в натуральном, да. А здесь она с добавлением масла. Я не знаю как. Просто она чуть суховатое с добавлением масла получается. Я делаю такой паштет свой. Яйца туда и сыр. Яйца, сыр и сайра. Ну, примерно в одинаковых количествах. И все это в блендере перемешиваю. И даже ничего не добавляю. Ни соли, ни маслов никаких, ни майонеза, ничего. Но по вкусу каждый может добавить. А сыр? Обычные просиски. Очень вкусно. Сейчас я буду открывать эту банку. Это треш вообще. Потому что я как даун, блин. Нет, не буду говорить. Все кто-то говорит, что я дам. Я что-то сказала. Я как сорокалетняя. Все, а у тебя сорокалетняя. В общем, я как человек из глуши. Пуфига лучше из глуши, чем наук. Я как человек из глуши вот такой штукой пользуюсь. Не знаю, мне было денег жалко. Да ей нереально. Уже давно такие штучки раз присобачила, тралля-ля, отрезала. Ну, вот это же. Я тоже такой пользуюсь. Давай сейчас, если у меня не получится. У тебя же, наверное, опыт есть. Что ей-то может не получиться. Вообще больно. Рука болит. Вот так делать. А я. Нормально. Пошла. Хорошо. Ну, это баночка еще побольше такая, вот которая поменьше. А я такая стою, слышь, такая. Бабища. А, жесть. Ну, это нормально пошло еще реально. Так, давай на фигурец положу. Вонючку эту. Так, аккуратно, чтобы только было плекаться. Здесь маслица, вот смотри. Не маслица, а вот что-то, да, Юшечка. Ну, выглядит аппетитно, я не скажу, что у вас тут. Сейчас возьму ложку. Вилку. Пахнет? Нормально. Вилку сайлит. Не знаю, что-то. Я ложкой попробую. Ну, доставай. Небольшой кусочек ты прям пробуешь, что я отрела из нее. Да, я обучила это, подожди. Это, что, как раз сыр купила. Хотя сыр лучше для другой российских. Ну, что-то. Ну, вкусно. Стандарт. Мне нравится. Кстати, я покупала шпроты в фиксе. Мне вообще не понравились. Ужасные, они маленькие. Прям на зубах что-то хрустит, как будто песок. В общем, никогда больше не буду их брать. Мне девушка одна. Хорошая. Написала, что она взяла шпроты. Они были с головами прям. И им даже неприятно было есть их. Так, давайте состав. Состав. Я же взяла, что тоже. Состав рыба, масло растительное, соли, пряности. То есть, понимаете, да, что ничего вредного здесь нет. И сайра одобрямс. Да. Жир. Сильно кружку. Мать, ну что ты творишь? Да, чур мой, прости. Ну, теперь давайте по сладенькому. У нас остались вот такие баночки, которые мы попробуем. И тортик, который... Это самый прекрасный торт. Мы попробуем и заоценим. Так, торт хочешь первым делом? Может, баночки сначала? Торт. Ну, может, и сердце? Нет. Посмотри, какая вредная. Я иду на поводу своих подростков. Подожди, состав. Терпение, терпение, моя дорогая. Состав. Так, где ты состав? Друга, приди. Здесь есть ешки. Сахар, мука, пшеничная общего назначения, продукты яичные, меланж. Не знаю, что это такое. Патока, крахмальная, кукурузная, жирорастительный, гидрогенизированный, рафериновые, дезидорированные растительные масла. Пальмовая, что детям нельзя. Подсолнечная, подсолнечная, антиокислитель Е306, агент влагоудерживающий глицерин. Да, я не умею читать. Вермишель из белого шоколада. Вау. Сахар, масло, какао. Это вермишель из белого шоколада. Молоко сухое, цельное, обезжиренный ароматизатор. Масло подсолнечное, рафинированное, дезидорированное, сыворотка сухая. Молочное, технологическое вспомогательное средство, этанол. Охренеть. Эмульгатор Е475, сливки сухие, крахмал кукурузный сухой, агент влагоудерживающий сорбит, сок персиковый. Разрыхлитель Е450А, соль, агент влагоудерживающий пектин, разрыхлитель регулятор кислотности, эмульгатор, лицетин, соевый мед, натуральный. Противопоказано при индивидуальной непереностимости к яичному белку и белку молока. Ну, в общем... А, подожди, тут еще краситель Е160А, регулятор кислотности. В общем, сколько Ешек уже? 4 или 3 насчитали? Но, по большому счету, вы знаете, что я зашла в Ашан и хотела, думаю, детская шампанская возьму? Я же, по-моему, говорила в блоге. Там одни Е. Е-е-е-е-е. Это детям вообще. Просто я за что переживаю? За то, что я кормлю грудью еще пока, поэтому я стараюсь не есть Ешки. А Ленке можно, в принципе. Ну, ничего страшного. Так. Ну, я попробую. Ничего страшного, я пробую не буду. Ну, конечно, я тоже попробую. Многие вообще на состав даже не смотрят. Да, много, что мы едим, и это Ешки. Мягенькие. Ну, он немножко у меня помялся, потому что я его туда-сюда, из пакета в пакет. Что, будем пробовать тоже вилкой, ложкой Чой Сайру? Шучу. Слышишь, надо было его, наверное, в холодильник так поставить, он подристалил. Ну, и так, нарочно. Заценим. Пахнет неплохо. Я пытаюсь долго-долго понять. Ну, я прям, да, я жую и пытаюсь понять, но обычный, ничего особенного. Ну, вот пугает, как состав, конечно, вот, что такое с Ешками. Раньше никогда не пугал. Я вот ела все, что мне нравится, вкусно. А сейчас вот начинаю следить за этим, поэтому... В общем, кто не любит Ешки, да, и старается, да, здоровую пищу всю такую вот есть, и боится каких-то, может быть, для детей, может быть, это бы не стоило бы есть, да? Ну, если вы человек взрослый, вы просто любите что-то вкусное, стоит попробовать, потому что он мягкий, на самом деле, что я люблю. Он очень мягкий и нежный, он прям тает во рту. Ну, да, он приятный. Не могу сказать, что он какой-то ужасный или невкусный. Нет, он вкусный, приятный. Особого вкуса прям такого, знаете, чтобы прям вот вау-вау. Да, я тоже не испытала, просто сладенькое, нежное, приятное такое пирожное, как даже я сказала. Вот. Вот такой вот наш вердикт. Но, как знаете, на вкус и цвет, товарищи, нет. Кому-то очень нравится, кому-то нет. Это нормально. Так, и у нас остались с вами батончики. Смотрите, девочки, батончик яблоко с корицей. Стройность. Значит, вкусно и полезно со злаками с зеленым кофе. Тут уже я тоже тут читала состав, потому что во многих таких батончиках какие-то непонятные есть. Вещи. Значит, злаки, хлопья, ржаные, кукурузные, пшеничные, овсяные, экструдированный рис, патока, ягоды, фрукты, изюм, яблоки, масло растительное, глазурь, кондитерская, сахар, масло растительное, какао, вроде ничего. Пока эмульгатор, лицетин, соевый, может быть это не страшно, ароматизатор. Корица, эмульгатор, лицетин, соевый, опять, ароматизатор, зеленый кофе, экстракт зеленого кофе. Кто-нибудь пробовал зеленый кофе? Я нет. Скорее всего, для похудения есть в аптеках, я их делала, но не пробовала. Регулятор кислотности, кислота лимонная, консерванты, сарбат калия, бензонат натрия, агент влагового жира, сарбит. В общем, здесь нет ешек, ну все, я практически прочитала, может вызывать чрезмерное употребление. Слабость, слабительный эффект. Давайте попробуем, просто тоже я посмотрела, что здесь ешек нет, и попробовать можно. А вообще, раньше я ела вот такие батончики, когда худею, моржела в масле, и вообще даже состав не читала. Не нравится? Я вообще такое не люблю. Я такое ела, как бы, и знаю, неплохо. Неплохо, но есть вкуснее. Но понятно, что все, что для стручности, все не умочено. И второй батончик у нас протеин бар. Кокос, бискалаген, хайдрол, юсей, или исей. Мэйден Руссия. Это я такого еще не читала, Мэйден Руссия. Здесь у нас состав. Чуть-чуть я стала, но состав попросил внимание. Теперь, а что ты страстно ездил? Состав. Глюкозный сироп, кокосовая стружка, сахар, сыворотка, молочная сухая, глазурь, кальпийская, лауриновый заменитель, какао-масло, сахар, какао-порошок, коммурикатор глицетин, ароматизатор ваниилен. Изоляция соевого белка, концентрация сывороточного белка, вода, питьевая, мультидекстрин, жир кондитерский, гидролизат коллагена, натуральный ароматизатор, кокос, премиксы. Но самое интересное, что я здесь прочитала, витамин С, неоцин, витамин Е, фантеновая кислота, витамин В6, витамин В1, витамин В2, витамин В12, пульевая кислота, то, что беременна, в общем, беременна, кстати, нельзя такое есть, биотин. Ну, и, в общем, в общем-то, все. Давайте попробуем. Шоколада. Пахнет прям, это, батончиком просто, каким-то шоколадником. Ну, это поприятнее намного. Да. Вот это есть можно, а вот тут зеленые китни. Ну, это же протеин уже, как я понимаю. Это, чтобы массу набирать, а это, чтобы ее сбрасывать, и, соответственно, здесь и чувствуется. Он очень сытный, батончик этот. белок здесь. А здесь чисто так, чтобы со стройностью. В общем, устроили мы вот такой бардак. Что-то вкусное, что-то не очень, что-то полезное даже, на удивление. Чипсы вообще классные. Вместе вот с этим вот, да? Оля, с паштетом чипсы. Мы же и курали с этим. Фрикцы, чай Тесс, Сайра, паштет и чипсы. Вот. Для меня вот это очень вкусно оказалось, и я запомню. А Тесс? Я сказала. А с чабрецом чай? Ммм, да, еще чай с тибирцом. Вкусно. В общем, пора проситься. Наснимала опять минут 20. Буду монтировать долго. Вот малышня. Лежал у меня в кроватке. И зовет, и давай, и внимания. Вот положила его рядом, на стучек. Уснул. Не мешает вообще снимать. Йопик маленький. В общем, мои хорошие, мы рады были для вас попробовать всякие вкусняшки. Ты довольна? Открыл для себя что-то интересное, полезное? Я надеюсь, вы тоже открыли для себя что-то интересное, полезное. И если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто в первый раз, потому что впереди очень много интересного. Ну, а мы с вами прощаемся. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока. Ом-дум-дум. Ом-дум-дум. Теперь надо заставку сделать. Че на заставку взяты? Чипсы нужно? Можно чипсы? Вот такие. Две чипсы. О, здесь, ну, короче, две чипсы. На блюду, да. Вот так вот, паштетик. Вот и такая заставка. Да? О, кстати, можно сделать, смотри. Блин, оторвалась. Блин, конечно, оторвалась. С Айрю, чай, Наваляла, паштета. Смотри, как с мамой. Блин. С одной стороны, с другой, я посредине сделаю. Фикс, еда. Да? Ты, ну, как бы, да? ты с одной стороны, да, я посредине сделаю. смотри. Дай, еберный чай. Молодец. Ужика, короткая. Ну, блин, нет, давай возьмем много еды. В руки? Давай. Давай чипсы, чай. Я возьму хлюпки. Я возьму паштет. Что еще взять? Я готова. Ну и да, мы забыли попробовать еще кое-что. Та-дам! Потому что он уже стояла в холодильнике, потому что я уже наворачивала его вечером и утром. Хочу, чтобы попробовала, Ленка. Лезь прям пальцами. Ты что, приказываешься? Нет. Они, холодные, блин. Сейчас у меня. в холодном торту. Короче, мама сделала же котлеты недавно. И я просто хлеб, котлеты и помидорку. Они такие классненькие, мариновенькие, такие классные. Я боялась, что малого высыпет, но все нормально, все отлично. Состав. Томаты, маринад, вода, соль поваренная, пищевая, сахар, регулятор кислотности, уксусная кислота и пряности, в том числе семена горчицы. Большой зачастливой. Вот. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok